Это программа Подробный разговор. Меня зовут Мария Новикова. По данным Высшей школы экономики, уровень безработицы в России может вырасти в шесть раз, а значит количество безработных может составить примерно почти пять с половиной миллионов человек. Как не попасть в эту статистику и что делать, если вдруг это уже произошло? Мы поговорим с Натальей Бродюговой, заместителем директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области. Наталья Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Как гласит русская народная мудрость, работа не волк, в лес не убежит. Но вот, к сожалению, сейчас не все могут подтвердить эту поговорку. Много ли людей за последнее время встало на учет с учетом сложившейся ситуации? Вы начали с определенной статистики. Наверное, статистика пугающая, я бы сказала, да, то есть вы обозначили цифру в несколько миллионов, но это прогнозы по, наверное, всей Российской Федерации и из расчета МОТовской безработицы. То есть у нас есть две, так скажем, две безработицы. Одна, которая считается по методологии МОТ, да, а другая, которая официально зарегистрирована. Мы с вами сейчас будем говорить об официально зарегистрированной безработицы, та, которая сейчас существует в Свердловской области. На сегодняшний день, конечно, если сравнивать с началом этого года, мы видим значительный рост количества обращений к нам. То есть на сегодняшний день у нас порядка 62 тысяч обращений в службу занятости и количество безработных на сегодняшний день 32 302 человека. То есть это, конечно, значительный рост по сравнению с началом года. Если уровень безработицы на 1 января 2020 года составлял 1,03%, то сегодня это 1,51%. То есть у нас идет, конечно, значительный прирост. Мы все прекрасно понимаем, в связи с чем это происходит. И, конечно, мы говорим о том, что и мы ожидаем, что люди к нам еще придут и будут идти в этот очень сложный период, сложный период как для организации предприятий, так и для самих работников. Но если опять анализировать эти цифры, кто к нам приходит, то есть нельзя сказать, что это все уволенные работники предприятий. То есть по анализу этих всех больших цифр мы смотрим, что порядка 27% это люди, которые ранее нигде не работали, либо они работали в неформальном секторе. То есть как раз вот этот неформальный сектор, это серая занятость. То есть те люди, у которых не были никогда оформлены трудовые отношения, они потеряли работу, работодатель не может их сейчас каким-то образом дальше вести. И такие люди остались без работы, вот они к нам обращаются. И как раз вот в данный момент получается, что они не были защищены, как раньше. То есть и сейчас они тоже, получается, не совсем защищены. Потому что они не могут претендовать на те максимальные пособия, о которых мы сейчас говорим с 1 апреля по Свердловской области. Это цифра 13 949 рублей. Такая категория имеет право претендовать на минимальное пособие 1725 рублей всего. Вот если говорить о тех, кто обращается, то вот такой средний портрет наиболее часто из обращающихся. Кто это? Это какая сфера? Сфера, ну, как правило, это сейчас общественное питание, то есть это сфера услуг. То есть мы с вами все видим, да, ездим по нашему городу, смотрим, какая у нас производственная сфера все-таки работает, а кто у нас ушел в определенный простой. Мы сейчас наблюдаем, так скажем, проводим мониторинг тех организаций, которые уходят либо в неполную занятость. Вот именно в этой связи, да, таких предприятий у нас в связи с коронавирусом почти 560 предприятий и почти 12 тысяч человек находятся вот в неполной занятости вот в этой ситуации. И почти у нас 50 тысяч находятся работников в дистанционном удаленном доступе. То есть предприятие такие сведения тоже подают в службу занятости, и мы фиксируем все эти ситуации. Поэтому если предприятие отчитывается, официально подает сведения в службу занятости, то мы видим именно объективную картину. Но, как правило, мы понимаем, что есть и несознательные работодатели, которые как не подавали сведения в службу занятости, так и не подают. То есть они подставляются не только сами, они подставляют своих работников. А это мы видим по тем фактам, когда люди приходят, регистрируются на портале работы в России и хотят подать заявление в качестве безработного и получать потом пособие, мы на них не получаем никаких сведений из пенсионного фонда. Потому что работодатель оказался несознательным, либо несвоевременно подал сведения, либо подал сведения какие-то недостоверные нулевые. И страдает, конечно, сам человек, по которому мы запрашиваем по межведомственному взаимодействию определенные сведения. То есть человек может даже и не знать, что у него сложилась на работе такая ситуация, что сведений о нем нет. Да, вы абсолютно правы. Таких у нас случаев очень сейчас много. Мы как раз работаем, служба занятости перешла в новом формате. Мы работаем дистанционно для того, чтобы, собственно говоря, уберечь как своих сотрудников, так и тех граждан, которые к нам приходят, для того, чтобы минимизировать все контакты. Понятно, что формат работы как для нас, так и для клиентов, он необычен, он новин, и не всегда, может быть, цифровые платформы справляются с этими потоками. Но вот что есть, то оно есть. Конечно, у нас есть определенный и такой, скажем, процент и обращение к нам, почему, например, им отказали в постановке на учет. И вот как один из факторов, это все-таки то, что мы получаем нулевые сведения из пенсионного фонда. Если мы с вами заговорили про онлайн, давайте тогда еще раз напомним, что нужно сделать человеку, чтобы встать онлайн на учет на бирже труда. На сегодняшний день, еще раз повторюсь, мы работаем дистанционно. И для того, чтобы, если гражданин захотел зарегистрироваться в качестве безработных, надо зайти на портал «Работа в России», либо зарегистрироваться на госуслугах и точно таким же образом провалиться на сайт «Труд всем. Работа в России», где заполнить определенную анкету и по курсору пройти, подать заявление, и заявление автоматически попадает к нам в тот центр занятости, который гражданин и выбрал. Есть, конечно, у нас очень продвинутые пользователи компьютеров, и есть, конечно, ну, так скажем, которые вот не на «ты» с техникой. И вот с этой целью на нашем интерактивном портале службы занятости размещен баннер, так скажем, демо-версия, да, то есть можно пройти буквально там не очень долгий такой ролик, размещенный, ну, в пределах двух минут, где можно просто посмотреть, где вам расскажут, покажут, на какие клавиши нажать, а потом все это сделать самостоятельно. Вы уже подчеркнули такой момент, что некоторым заявителям отказываются в постановке на учет. В каком случае это может происходить? Это происходит, если мы не видим подтверждения трудового стажа, если мы не видим уровень заработной платы и статью увольнения. То есть это вот как раз те сведения, которые мы по межведомственному взаимодействию запрашиваем из пенсионного фонда. Таких сведений, если у нас не поступает, то согласно закону о занятости мы не можем такого гражданина признать в качестве безработных. Конечно, сейчас у нас, что называется, служба занятости работает, ну, я бы сказала, в таком авральном режиме, да, то есть впереди у нас грядут праздники очень такие длительные, но это не говорит о том, что центры занятости будут закрыты, и они не будут работать. Они действительно будут закрыты для приема населения, то есть мы с населением не работаем. Но специалисты службы занятости, они работают у нас, и вот, собственно говоря, и выходные мы принимаем эти заявления на портале «Работа в России», мы их обрабатываем, и точно так же мы будем обрабатывать эти заявления и в праздничные дни. Ну и о мерах поддержки, то есть на какие меры поддержки могут рассчитывать те, кого признали все-таки безработным? У нас, согласно постановлению правительства Российской Федерации, в новых условиях изменено пособие и порядок его начисления. То есть те граждане, которые были уволены после 1 марта и обратились к нам в службу занятости, вне зависимости от периода работы и той средней заработной платы, они претендуют на максимальное пособие, это 13 949 рублей. То есть если у такого гражданина есть несовершеннолетние дети, то на каждого ребенка несовершеннолетнего будет доплата в размере 3 тысяч рублей, но одному из родителей. То есть мы прекрасно понимаем, что бывает, что и мама, и папа, то есть муж и жена, они точно таким же образом обращаются к нам, но будет выплата только одному из родителей. К сожалению, вот люди, еще раз повторюсь, которые длительно не работали или работали в сером вот этом сегменте, они на такое пособие, но, увы, не могут претендовать. Мы всегда говорим, что определенная осознанность и сознательность своих действий должна быть. То есть если вы, граждане, не платили налоги до этого, то сейчас мера государственной поддержки вам положена только в минимальном размере. 1725 рублей. Ну вот учитывая, что выплаты достаточно увеличились, то есть на детей это и увеличилось, и выплаты по безработице. И вы сами упомянули о том, что рост действительно есть, и надеюсь, этого не случится, но всяко может быть. Вообще, по вашему мнению, хватит ли средств на выплаты, потому что все-таки люди приходят и приходят? Федеральные субвенции на эти цели у нас предусмотрены, и не будет никаких задержек по выплате пособий, и то есть все граждане, которые к нам обратятся, они будут обеспечены именно этой мерой государственной поддержки. Есть ли какие-то методы контроля и способы контроля получения этих выплат? Объясню, почему такой вопрос. Слышала я такое мнение о том, что проще сейчас не работать. В частности, тем, у кого есть дети. То есть ты устраиваешься на биржу, получаешь почти 14 тысяч рублей, плюс выплаты на детей, и получается, ну такая, не самая большая, скажем так, зарплата, но та, на которую, в принципе, можно жить. Ну, зарплата, в кавычках, что называется. Есть ли методы контроля, то есть, чтобы, называется, на шею государству не сели, на пособиях не сидели? Ну, вот с этой целью мы и ведем взаимодействие с пенсионным фондом. То есть у нас ответственные работодатели обязаны отчитываться на следующий день после увольнения или приема работников в пенсионный фонд. Эти сведения мы запрашиваем у пенсионного фонда. Таким образом, мы удостоверяемся, действительно человек работает или не работает. И, собственно говоря, каждый гражданин, когда подает заявление на портале «Работа в России», он нам декларирует, что он не является занятым гражданином, то есть он действительно уволенный, то есть он не является студентом очного отделения какого-то, он не является пенсионером, потому что у нас пенсионеры бывают и по выслуге лет, да? И таким образом мы его у себя регистрируем. Но, соответственно, ежемесячно мы этих граждан проверяем, то есть снова запрашиваем сведения, если у нас появляется информация, а она у нас, такая информация, появится. И мы, собственно говоря, и раньше работали по этому направлению, ну, так называемые мошенники, которые получают пособие незаконным путем. Но мы все прекрасно понимаем, какие меры могут быть, санкции применены к этим людям, да? Но вот ваш вопрос, наверное, можно и трактовать следующим. То есть, да, действительно, люди, которые на сегодняшний день, они не работают и они уволены, то вот как раз вот эти меры, которые вот максимальное пособие и доплата на детей, они, может быть, будут являться тем подспорьем вот в это непростое время. Есть определенный срок, когда человек может, на протяжении которого человек может получать пособие по безработице? Вот если мы говорим как раз для уволенных после 1 марта, то есть вот это максимальное пособие, оно рассчитано на апрель, май, июнь. Дальше включается закон о занятости, и мы уже как раз тогда и смотрим, сколько месяцев и сколько календарных недель у этого гражданина есть, так скажем, в обойме, да, в трудовом стаже, какая заработная плата у него была на предыдущем месте работы. И уже если это все-таки 26 календарных недель есть, и заработная плата порядка выше 16 тысяч была, то данный клиент у нас может претендовать на максимальное пособие до полугода. Если это гражданин, который относится к категории предпенсионер, то они могут претендовать на пособие до года, а минимальное пособие выплачивается у нас в течение трех месяцев. То есть сидеть на шее государства вечно не получится? Совсем не получится, конечно, то есть даже в это непростое время мы предлагаем работу, то есть у нас закон о занятости гласит таким образом, что признание безработного происходит не позднее 11 дня. Почему не позднее 11? Потому что вот в первые 10 дней все-таки мы предлагаем нашему клиенту, который к нам заявился, работу. Вот может мне кто-то сейчас апеллировать, да, ну как же в такое время, какая работа? Ну, поверьте, что у нас организации предприятий сейчас работают, у нас порядка 34 тысяч вакансий на сегодняшний день в службе занятости. Понятно, что они очень разные. То есть там есть и неквалифицированный рабочий труд, но и есть и определенные топовые какие-то позиции. Но сейчас у нас даже, понимаете, с направлением обучения и переобучения возникают определенные моменты. То есть если мы раньше готовили, как говорится, под рынок труда, то сейчас у нас наши клиенты, так скажем, заявляют определенный характер обучения. Это обучение онлайн, может, каким-то определенным сервисом, где они могут просто потом зарабатывать деньги. Тот же самый веб-дизайн, например. Вот о вакансиях, о хорошем бы хотелось поговорить. 32 тысячи. Что чаще всего ищут, что в основном вы предлагаете? Какие вакансии можно найти? Если бы это была спокойная ситуация, я бы так сказала. То, что востребовано на рынке труда, то, что согласно вашему опыту, образованию и вашей мотивации. То есть сейчас мы смотрим, что люди у нас, многие очень перепрофилируются. У кого-то это было хобби, это хобби может перерасти и в определенный профессиональный какой-то такой драйв. Люди пекли пирожки, пироженки, у себя просто семью кормили. Сейчас начинают дома что-то изобретать, по интернету предлагать и определенно возникает самозанятость. То есть вот такое направление мы тоже поддерживаем. У нас на сегодняшний день люди, которые хотят открыть свое дело, мы поддерживаем. У нас поддержка 58-800. На сегодняшний день мы рассматриваем, что вот эта финансовая помощь у нас скоро будет значительно больше. То есть люди, которые хотят просто, ну так скажем, даже легализовать свою какую-то определенную самозанятость, они могут к нам обратиться и вот таким образом себя найти. Каким именно это образом можно будет сделать? Это нужно обратиться в службу занятости, конечно, зарегистрироваться в качестве безработного, подать заявление на оказание определенной этой государственной услуги. И мы разработаем совместный бизнес-план и потом посмотрим, насколько этот бизнес-план будет успешен и окажем финансовую помощь. Если говорить о профессиях, как-то так водится, что рабочие не особенно в ходу. То есть это слесари, например, дворники, еще что-то. Вот в текущих обстоятельствах как-то поменялось отношение людей именно к рабочим профессиям? Я бы не стала, если вы говорите о слесаре и сантехнике, это всегда востребованная профессия была и очень оплачиваемая. Если мы говорим просто слесарей, я бы их не стала ставить на один уровень с дворниками из плоти. И кто там уборщица, да? Слесари, хорошие, вообще рабочие, вот высокого разряда, это всегда был штучный товар. Это всегда большая потребность у предприятия. На сегодняшний день у нас большая потребность у прибора строительного завода в работниках, которые как раз выпускают у нас вот эти аппараты ИВЛ. И мы сейчас со всей Свердловской области подбираем работников для этого предприятия. Это вот как пример просто я провожу. А требуются не инженеры, не требуются не конструкторы, а требуются работники высококвалифицированные. То есть это именно люди ручного труда? Это люди, которые работают руками. Если же говорить все-таки, тогда возьмем, ну, назовем, обслуживающий персонал, сотрудники клининга. Как известно, чаще всего на эти позиции претендовали приезжающие из-за рубежа. Сейчас как-то ситуация изменилась в этом плане? На сегодняшний день надо сказать, что рассмотрение возможности иностранных работников на какие-то определенные позиции, оно, конечно, у нас, ну, будем говорить, мы все-таки все позиции сейчас рассматриваем для российских граждан. Потому что говорить о том, что если наши граждане будут без работы, а мы будем все-таки иностранной рабочей силе выдавать эти патенты и все, то, конечно, это, наверное, не есть правильно. Хотя это направление работы тоже не закрыто, оно у нас работает, но вот немножко в суженном варианте. Если говорить о профессиях, ну, скажем, которые появились уже давно, но вот сейчас стали просто на острие атаки. То есть это различные онлайн, это SMM-менеджер, это онлайн-консультанты. И насколько это движение продвигается в службе занятости? Или людям самим достаточно, вот специалисты сами могут себе найти работу? С такими обращаются? Вот с такими навыками, да, и с таким вот, так скажем, умением работы с компьютерами, люди самостоятельно в интернете находят себе вот это вот занятие, какую-то нишу. Сказать, что у нас появились такие вакансии, у нас таких вакансий не появились, и я думаю, что они, наверное, и не появятся. Потому что здесь это свободное поле, да, то есть люди себе ищут какую-то определенную нишу, ее занимают и вот пытаются заработать вот хотя бы таким образом. А обращаются к вам с просьбой научить интернет-грамотность? Да, вот это как раз одно из направлений, наверное, активной поддержки населения сейчас. Это мероприятие обучения и переобучения. То есть если у нас клиенты к нам обращаются по заявочному характеру и хотят обучиться, то, пожалуйста, у нас такая возможность есть. Причем мы работаем со многими категориями. Это не только безработные граждане. У нас продолжают реализовываться национальные проекты. Это обучение граждан И-50+. Это и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, и женщины, которые воспитывают детей дошкольного возраста, не находящиеся в трудовых отношениях. То есть это почти все категории, которые у нас присутствуют. Обучение у нас проходит точно так же дистанционно. Мы знаем, что наши образовательные учреждения, они вышли все на эту форму обучения. Для нас это ничего нового, для службы занятости не произошло. Мы из года в год этой формой обучения, электронного и дистанционного обучения пользуемся. Поэтому, собственно говоря, мы как шли на рельсах, мы на этих рельсах и дальше идем. То есть если просто проговорить о том, сколько людей мы сейчас обучили, вот если безработных граждан, то порядка уже 2,5 тысяч у нас граждан направлены на обучение. Мамочек 175 человек уже отучились, отсидели за партами. И почти 350 человек, граждан старшего поколения, тоже получили определенные обученческие какие-то навыки. Если говорить о мамах, то чаще всего самая востребованная профессия, и чему они просят научить? Здесь тоже несколько направлений. То есть если женщина планирует вернуться к себе на рабочее место, то это однозначно повышение квалификации по тому направлению, к которому она работала. То есть если женщина стремится изменить свою профессиональную деятельность, то здесь мы начинаем с ней с профессиональной ориентации, смотрим, что ей на сегодняшний день интересно, что востребовано, и где она может себя приложить, и даем абсолютно новую специальность. Но как правило, вот мы смотрим, да, то мамочки у нас выбирают те профессии, которые, ну так скажем, можно занять себя саму, сидя с ребенком домом. Это парикмахеры, это маникюр, это вот как раз выпечка, это швей, это то, что вот та специальность в руках, которая всегда, ну, позволит заработать кусок хлеба, будем так говорить. Если говорить о людях предпенсионного возраста, это у нас женщина от 53 лет и мужчина от 61 года. Я прекрасно понимаю, что у нас очень активные есть люди, но в большинстве своем, насколько активно идут вот именно в предпенсионном возрасте на повышение квалификации, на переквалификацию, на обучение, и что вы можете предложить? Идут очень активно, да, то есть, конечно, в этом году у нас этот процесс немножко замедлился вот в связи с той ситуацией, которая происходит. Если мы будем говорить о вот за 2019 год порядка 2000 вот данной категории людей у нас обучилось, и это работники не просто, которые приходят к нам, не заняты, это работники предприятий, то есть у нас очень активно с нами работают предприятия. 71 предприятие Свердловской области в прошлом году подали заявки как раз для обучения своего персонала именно данной категории, и мы надеемся, что вот до конца года у нас предприятия, они к нам приходят, у нас есть заявки, и мы вот все, что у нас намечено, мы все эти планы реализуем. Денег у нас предостаточно, денег и федерального бюджета, и областного бюджета, поэтому я думаю, что здесь, если будет потребность у населения, мы всегда окажем эту услугу. Если говорить о, опять-таки, предпенсионном возрасте, насколько сложно для них найти работу, если они идут не от предприятия, не на повышение квалификации, допустим, вот они оказались в сложных условиях, их уволили, они хотят начать все, ну, если хотите, с нуля. Насколько вообще велики шансы найти работу? Здесь, наверное, надо развести две истории. Одна история до наступления, так скажем, каких-то эпидемических, да, вот этих ситуаций, и вторая история – это сейчас. То есть если у нас все спокойно на рынке труда, то, конечно, здесь подключается абсолютно служба занятости, то есть если мы обучили человека, то мы его потом и трудоустроим, да, то есть мы ему содействуем в трудоустройстве. На сегодняшний день мы говорим о том, что, да, мероприятие обучения, а мы его проводим, но гарантировать именно здесь и сейчас человека трудоустроить, конечно, мы никаких гарантий дать не можем, потому что, ну, потому что и определенные предприятия на сегодняшний день у нас не работают. Мы об этом с вами и говорили. Кто-то у нас закрылся, кто-то находится в неполной занятости, кто-то находится в дистанционном удаленном режиме, поэтому на определенные предприятия и не ведется набор. Но, тем не менее, когда вот к нам клиенты обращаются, у нас есть такая форма собеседования, как скайп-собеседование, то есть мы организуем такую форму работы. Все вакансии у нас открыты в общем доступе, то есть вот портал «Работа в России», он предназначен не только для того, чтобы там подать заявление и зарегистрироваться в качестве безработных. Наши клиенты могут окунуться всю базу вакансий, причем не только по нашему субъекту, но и по всей Российской Федерации. Вакансии размещены очень удобно, с привязкой к тому социуму, который находится вокруг. То есть, какой транспорт идет, где можно снять квартиру, если человек решил переехать. То есть вот все, что нужно для житья, что нужно для работы, на этом портале вы можете найти. Вот хотелось бы от вас, как от профессионала, от человека, который плотно занимается занятостью, совет не для себя, но для всех, для наших зрителей, что нужно сделать, чтобы найти себе работу. Казалось бы, вопрос простой, но вот часто казалось бы и человек и квалифицированный, и опыт у него большой, но работа не находится. Та, на которой он себя оценивает, что делать? Во-первых, не унывать. Я всегда говорю таким образом, что если на сегодняшний день вы не можете определиться и не можете найти работу, вы всегда можете обратиться в государственную службу занятости. Вот через тот же самый портал «Работа в России». Дай бог, все у нас закончится, и мы начнем работать онлайн, то есть мы начнем приглашать к себе клиентов, мы будем помогать сориентироваться на рынке труда. Те люди, которые отчаялись, мы будем их мотивировать. Определенными нашими услугами – это профессиональная ориентация, психологическая поддержка и выстраивать определенные опять вопросы и варианты с работодателями. Ну вот, если уж смотрим на перспективу, впереди у нас лето, впереди у нас летние каникулы. Дай бог, чтобы все сбылось. Поэтому давайте поговорим о планах. Есть ли возможность заработать и для ребят? Потому что ты знаешь, что школьники и студенты в младших курсах, они очень активно летом идут на заработки. Куда они смогут обратиться? Действительно, такая потребность из года в год существует. Вот в прошлом году почти 21 тысяча несовершеннолетних граждан через органы службы занятости у нас были трудоустроены на временных работах. В этом году у нас деньги из областного бюджета тоже выделены. Деньги очень хорошие, почти 26 миллионов. Причем я знаю, что на уровне муниципалитетов тоже выделены муниципальные средства для того, чтобы организовывать отряды мэра. И если ситуация у нас все-таки станет стабильной, если мы сможем организовать эти отряды мэра, то, конечно, работы такие будут организованы. Но в ситуации, в которой мы находимся здесь и сейчас, понятно, что мы не можем наших несовершеннолетних граждан собирать где-то в одном месте, организовать любого вида работы для того, чтобы уберечь их здоровье. То есть мы это все прекрасно понимаем. Но если, как говорится, как только, так сразу мы начнем заниматься этим видом работы. Поэтому все несовершеннолетние граждане, наши подростки, которые к нам обратятся, они смогут потом трудоустроиться. Мы надеемся очень, что хотя бы с середины лета мы будем работать в нормальном режиме. Для затравочки, какие примерно вакансии могут претендовать ребята? Вакансии абсолютно разнообразны. Это и офисные работники, это у нас есть производственная сфера, это и благоустройство, это и сельхозработа. Это весь тот труд, который не противопоказан несовершеннолетним согласно трудовому закону. Наталья Александровна, хотелось бы закончить всем нам известным слоганом в преддверии особенно майских праздников «Мир, труд, май!» Пусть будет у всех. Наталья Бродюгова, заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области. В программе «Подробный разговор». Меня зовут Мария Новикова. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова